Здравствуйте! Тех привычках, которые многие называют вредными, и как с ними бороться. Набрался смелости рассказать вам об одной фишке, благодаря которой вы сможете искоренить любую привычку. Раньше я очень часто, допустим, грыз ногти. Это отвратительная привычка, которой я не гордился и стыжусь вспоминать до сих пор. Сколько я бы не пробовал себя ругать за это, сколько бы не обещал себе больше так не делать, ничего не получалось. Дело в том, что я даже не задумывался о том, как решить эту проблему. Вместо этого я злился на самого себя, и в этом и была моя ошибка. Что значит вредная привычка? Это сугубо перманентная реакция на возникающие волнения или переживания. Я таким образом реагировал на страх и подготовку к выступлению и так далее и тому подобное. Что же я сделал, чтобы решить эту проблему? Я сел в кресло, откинулся назад, расслабился и глубоко вздохнул. Отбросил все мысли в сторону и мысленно представил себя со стороны. Будто я сижу и смотрю фильм в кинотеатре про самого себя, грызущего ногти. Это была старая пленка. Заметил, как я себя ощущал при этом. Это было ощущение беззалаберности. Я ощущал себя человеком, который всегда боится, всегда волнуется по пустякам. При этом я видел, как подношу пальцы к рту. Следующим шагом было действие по искажению изображения. Я попытался размыть картинку и сцарапать ее. Потом представил себя сидя в том же кресле, но отодвигающейся пальце от лица. В этот момент я раскрасил картинку в яркие цветные тона. Представил картинку от первого лица. Будто я при этом жестью встал и сел в шикарный автомобиль. Я сижу в смокинге и выгляжу на миллион долларов. В этот момент я попытался сохранить это ощущение. Затем я представил первую негативную ситуацию в виде картинки в центре. А новую картинку с альтернативной ситуацией я зарядил в рогатку. Как будто мысленно разбил новой картинкой старую. Это может быть все, что угодно. Методы могут быть разные. И все дело в субмодальностях. Это параметры, по которым мы можем настроить наше восприятие мира. Это цвет, запах, ощущения, вкусы. Именно эти некоторые моменты мы можем формировать. Благодаря ним мы можем формировать нашу судьбу. Я проделал это упражнение 12 раз. После чего я дал себе обещание закрепить эту новую альтернативу как привычку. И с тех пор я не грызу ногти. А если вдруг мне вздумается поднести пальцы к рту, то я отодвину их в сторону. Выработалась новая привычка. Я удивлен, насколько эффективна эта методика. Вы можете подумать, что это какая-то наркоманская методика. Поначалу я тоже так думал. И что самое интересное, ее можно применить ко всему, что угодно. У меня получилось. И я убежден, что это получится и у вас. Если вы только попробуете. Хотя нет. Нужно не попробовать, а именно сделать. От просто попробуйте, ничего не получится. Если вам понравилась статья, то поставьте лайк. Или сделайте хотя бы кросспостинг в социальной сети. Если у вас появились мысли по теме, то прокомментируйте, пожалуйста, статью на официальном блоге. И подписывайтесь на мою рассылку, если хотите получать еще больше полезных информации. С вами был Влад Кемпа. И желаю вам великолепного дня. Спасибо. Спасибо.